Перспективы радиоэлектронной промышленности обсудили на научно-технической конференции. В ней участвовали ученые со всей страны. Регион в качестве площадки был выбран не случайно. На территории области действуют крупные участники отрасли. Среди них такие предприятия, как «Алмазфазотрон», производственное объединение «Корпус» и ряд других крупных производителей высокоточных радиоэлектронных приборов. Все они в большей степени ориентированы на гособоронзаказ. По словам замминистра обороны России Юрия Борисова, сегодня перед учеными ставятся новые задачи. Вооружение страны проходит полную модернизацию. Необходимы изменения и в радиоэлектронной составляющей. Это современные качества, которые могут работать в любых условиях. Ночью, всепогодные, которые должны давать достоверную информацию. Это скоростные каналы связи, которые должны в реальном масштабе времени доставить информацию до пунктов принятия решения. Это вычислительные средства, которые должны иметь серьезные запасы вычислительных ресурсов для того, чтобы правильно обработать и принять решения. И это должны быть высокоточные оружия, которое должно работать по принципу выстреловых задовок. Конференция продлится в Саратове два дня. За это время свои проекты и планы представят как представители крупнейших предприятий страны, так и ученые инновационных центров фонда Сколково. В свою очередь представители лучших предприятий отметили дипломами и грамотами от имени руководства страны за достойный вклад в развитие обороноспособности страны. Продолжение следует...